Извините, это попугайничный, потому что только ее деятельность или это кто-то умеет? Я тоже хочу быть важным. Лучше галстук на резиночке. Смотри, какая резинка. Сейчас-таки галстук они рвутся на офис. Спрашивают насчет лечения, можно использовать на стоки на спирту. Ну, знаете, я бы не рекомендовал. Потому что любая настойка на алкоголе, она хороших ничего не дает. Лучше сделать без алкоголя, и будет эффект гораздо больше. Она тут спрашивает насчет о-шо, я в принципе не знаю, кто это. Это индийский. Что? Философ индийский. Не читал, не знаю, поэтому не могу не сказать ничего. Очень интересный вопрос. Может быть, не читал, поэтому комментировать не могу, потому что не знаю. Что-то еще вопрос есть? Да, есть. Можно вопрос? Да, пожалуйста. На нынешней ситуации вокруг Косово, там все-таки наш братский народ, почему такая ситуация сложилась? Какие у нее пути решения, на ваш взгляд, на данный момент? Ну, на мой взгляд, это вообще не ситуация, а просто маразм. Ну, вот я почему не спрашиваю. Потому что, если кто не знает, то, в принципе, албанцы были просто беженцы, которые принимали на территорию Ярославии, и которых Кита приказал поселять на территории Косово. Албанцы тоже, между прочим, славяне, между прочим, но мусульмане, которые имеют традиции много детей, и через некоторое время, естественно, пропорционное число албанцев на территории Косово, которое всегда было сербским краем, достигло больше числа, чем самих сербов, в которых количество денег гораздо меньше. Ну, а дальше, знаете, что происходит? Американцы просто... Почему не затерялись войной в Северославии? Югославия — это центр Европы, понимаете? Для того, чтобы вызвать нестабильность в Европе, это значит только вызвать нестабильность в Югославии. Что они сделают, и делают весьма успешно. Поэтому, понимаете, в этом плане американцы должны отдать в таких позициях большую часть, не большую часть, а потому что большие территории, допустим, Калифорнию почти все должны отдать. А должны отдать, кроме Аляски, которая всегда была наша, никогда не было продано, и не вредится ничего. Вот это значит, что никогда не было ничего продано. Это, в принципе, воровство самое настоящее, против закона, по всем международным законам. Потому что я специально в конце своей книги привел чек на 7 миллионов долларов из 19 о якобы фиктивной арене, потому что это была, в принципе, скрытая оплата за помощь. Но даже по этому договору фиктивному должно быть оплатить за аренду 19 миллионов, а было только оплачено 7 миллионов. Только третья часть, 30 процентов. Как раз соответственно, 30 процентов взнос. По всем законам, если в течение определенного времени не носит остальная сумма, то сделка аннулируется. То есть, она давно недействительна. И, в принципе, то, что американцы использовали все это время Аляску, является противозаконным. И они должны вернуть России не только Аляску, но компенсировать много триллионов долларов потерь, которые Россия имела из-за этого обмана. Вот и все. А как Вы думаете, у нас знают правительства? Знают. По тому же причине, что Вы думаете, почему Карибский кризис тогда при Хрущеве? Потому что Хрущев потребовал вернуть Аляску. Конечно, правда, по дуном это делал. Когда будет следующая встреча, пока еще не знают, можно ли послушать лекции. Многие лекции можно и скачать с интернета. И на дисках есть, потому что по желанию можно это сделать Вам. Поэтому, так сказать, неправильно. Ну, а Косвосе завершить немножко. Что я считаю, мое мнение, что недопустимо, чтобы действительно страна вот так вот разделялась. К тому же, извините. Это примерно так. У Вас есть хорошая квартира, да? Увидели беженца на улице, которому можно помочь. Мы позволим... Вот, смотрите, вот у меня есть одна комната. Я могу обойтись без кабинета, да? Ну, пускай Вы же не на улице ночевать Вам, да? Вы пустили в свой кабинет, чтобы они жили там. А утром просыпается, это все, у нас больше здесь. Теперь это квартира наша. Нет, ты что же, у Вас, скажем, в Ростове-на-Дону много армян, да? Ты скажешь, что Ростовы-на-Дону это наш армянский город. Конечно, конечно. Вот, пожалуйста. И так вот пытаются. Скоро уже Москва станет азембаржанским городом, да? Да. Понимаете, дело в том, что... Дело в том, что я всегда... Знаете, как я решил просто вопрос? Косово станет независимой территорией. В этом случае, если США подпишут, что через несколько лет в Калифорнии, к примеру, количество мексиканского населения превысит 55%. То есть, по всем законам, мексиканцы могут объявиться своей независимостью Калифорнии. Правильно? Физик мексик. Кроме, очень просто независимостью. Ну, надо погрузить вас. Вот, можно сказать так. Вот, Вы подписываете, что Вы даете независимость Калифорнии, потому что там мексиканцы большее население, чем сейчас все остальные. И это их законы территории, благороду прочего. Косово-то незаконно, а там законы. Это завъемлены во время войны мексиканской между США и Мексикой. Вот, если Вы соглашаетесь отдать Калифорнии мексиканцам, то мы отдаем Косово. Пожалуйста. Думаете, согласятся? Никаку думаете. Нет, конечно. Потому что Калифорния дает 70% национального продукта США. Знаете об этом, да? Ну, там, вы не какая-то мысль здесь. Нет, 70%. 7%. Все остальные из 49 штатов производят только 30%. Ну, а дадут они? Нет. По законам США, даже если штат проголосует за выход из федерации, им плевать. Федерация плевает на голосование штата. Неплохо. Это конституция. Это правильно. Неправильно, да. А почему-то другим они говорят. Нет, Вы должны дать свободу. Так далее, и тому подобное. Ну, я думаю, что насчет Куликовской битвы, как вот описано в фламенте, я думаю, он действительно раскопал достоверные факты о Куликовской битве. Действительно, да. Да, я думаю, что Куликовской битвы...